Нагрудный знак и почетную грамоту за развитие добровольчества в Чувашской Республике сегодня учредил в Рео главы региона Олег Николаев. Соответствующий указ был подписан во время видеоконференции с представителями крупнейших волонтерских движений. Спасибо, стараемся соблюдать. Спасибо большое. Ой, это столько. Спасибо. Спасибо большое за внимание. Очень рада, довольна. Так что, наверное, переживем этот трудный период. Сегодня, в период пандемии, добровольцы объединяют усилия. Они организованно помогают пожилым и одиноким людям. Более семи сотен человек пожелали стать волонтерами в рамках проекта «Мы вместе». Штабы помощи пожилым развернулись и в Чебоксарах, и в районах республики. Большое количество заявок было отработано ими муниципальными штабами, которые на местах отзывали свою горячую линию и активно осуществляли обзвон всех нуждающихся и оказывали адресную помощь. Помогать людям и объединяться для добрых дел в регионе начали еще задолго до пандемии. История движения волонтеров-медиков началась в 2016 году с санитарного просвещения населения. Волонтеры Победы уже три года организованно оказывают помощь ветеранам и хранят память о Великой Отечественной. Отдельные движения созданы при крупнейших вузах региона. Представители волонтерского центра Чебоксара помогают в организации масштабных мероприятий. Штаб есть и при партии «Единая Россия». С благотворительными фондами сотрудничают православные добровольцы. В деле развития волонтерства, добровольчества лежат, мне кажется, такие базовые, основные принципы, которые идут из глубины души человеческой. Это прежде всего добрая воля человека. Вот проявлять личную активность для того, чтобы делать добрые дела. Дополнительный импульс развитию движения дал год добровольчества в России. Под девизом «Добрых дел» прошел 2019 год. Недавно мне задавали вопрос о том, не намерены ли мы каким-то образом закрепить статус волонтерства и волонтера в Чувашской республике. Так вот, я хочу подписать указ главы Чувашской республики, в соответствии с которым в Чувашской республике мы утверждаем нагрудной знак за развитие добровольчества волонтерства в Чувашской республике, ну и почетную грамоту за аналогичную деятельность. Положение и регламенты вручения этих отличительных знаков в ближайшее время разработает Кабинет министров, а волонтеры совместно с правительством начнут подготовку к общероссийскому голосованию за поправки в Конституцию.